11.04 в Москве. Доброе утро, друзья. 29 апреля 2013 года. Мы рассказываем о главных событиях ушедшей недели в области виртуального. Мы собираем наиболее интересную информацию и пытаемся сделать выводы, расставить точки, дать некое резюме новостной картине ушедшей недели. Меня зовут Максим Спиридонов, гость и выпуска Матвей Алексеев, исполнительный директор Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета. Приветствую, Матвей. Приветствую, Максим. И Егор Яковлев, гендиректор компании Twigel Media. Доброе утро. Доброе утро. Коллеги, для вас и, как обычно, для наших слушателей в эпиграфе скажу о небольшой дате, которая сопровождает не ушедшую, но эту неделю наступившую, традиционный взгляд на календарь актуальных событий, связанных с отраслью. В частности, завтра, 30 апреля, но в 93-м году, Европейская лаборатория физики элементарных частиц приняла решение сделать общественное достояние по технологию World Wide Web. Это произошло 20 лет назад. Мы такие молодые, оказывается. А сегодня интернет онлайн заполняет наше с вами пространство на 100%, а у нормальных людей, у обычных пользователей тоже на изрядную часть их жизни. Ну и теперь, собственно говоря, к событиям. Главные события недели, которые будем обсуждать сегодня, мы выделили в три сюжета. Ну, там, те, что мы посчитали наиболее интересными для подробного обсуждения. Это будут следующие сюжеты. Первый. Создана ассоциация пользователей интернета. Смогут ли активисты Рунета добиться соблюдения своих прав? Насколько эффективны подобные организации для отстаивания интересов пользователей? Нужны ли они? Есть ли реальная опасность закручивания гаек в Рунете? Происходит ли оно уже? Второй, второй, второй сюжет. Онлайн-трансляции телеканал Дождь станут платными. Каковы перспективы этой инициативы? Что вообще происходит с платным контентом в сети? В целом, в области электронных медиа, печатных, таскать, ну, то есть, текстово-графических, области видео и так далее. У нас есть эксперт, сейчас, кстати, по видео, собственно, Егор Яковлев. И, наконец, Яндекс.Имейл отчитались по финансам, опубликовали финансовые результаты за первый квартал 2013 года. Какова динамика и направление развития крупнейших российских, причем, публичных интернет-компаний? Это главное, о чем пойдет разговор, а сейчас традиционное экспресс-обсуждение других важных новостей онлайн-недели. Рунет сегодня. Итак, интернет-регистратор SalesNames пожаловался в федеральную антимонопольную службу на координационный центр национального домена сети интернет. Компания утверждает, что координационный центр, тот, что у нас видает доменами РУ и РФ, скажу для слушателей, не имеет полномочий отвечать за доменные зоны РУ и РФ. Вот такие вот дела. Матвей, наверное, ты можешь прокомментировать. По-хорошему, как представитель компании, которая сейчас пытается, ну не то, что пытается, мы создали уже фактически, получили одобрение на доменную зону ДОТ Москва. В данном случае ситуация не катастрофическая, потому что координационный центр создавался в свое время как общая организация, усилиями всех игроков на тот момент. Решения принимали совместные, правила делали тоже все вместе. То, что происходит вот именно сейчас, ситуация, когда у Sales Names сначала отобрали лицензию, приостановили на некоторое время. На месяц. Да, на месяц из-за спорного домена, из-за того, что Sales Names не пошел на условия, которые поставил КЦ. Соответственно, то, что сейчас Sales Names подает в фаз заявления на КЦ, говорит только об одном, что сама система саморегулирования и регулирования в нашей отрасли, она все-таки пока внушает некоторые опасения. Почему? Ну, если регистратор подает в фаз жалобу на регулятора, то есть все-таки это говорит о том, что какие-то проблемы есть. Я не говорю, что они какие-то глобальные, потому что в целом и что доменная отрасль, что хостинг у нас развивается более-менее хорошо. Все работают в правовом русле. Регистраторы наконец-то начали выходить уже на мировой уровень, получать лицензии ICAN аккредитованных регистраторов. Очень многие сейчас к этому стремятся. А вообще тогда, чтобы коротко по этому поводу, Крадиционный центр легитимная организация? Да, абсолютно легитимная. Она имеет право управлять всеми доменами и регистрациями доменов RU? Регулировать. Регулировать. Окей. Претензии Sales Names обоснованы? Знаешь, я как бы саму жалобу пока еще не видел, но обоснованная она или не обоснованная, пусть решает фаз. Для этого все-таки есть государство. Если совсем коротко, Егор, твое мнение, кто должен регулировать доменное пространство в Рунете? Наш, ну скажем, Крадиционный центр или другая организация, скажем, государственная? Или вообще ICAN, то есть общая глобальная, правда, американская? Ну вообще я не очень большой специалист в этой области, хотя вот при взгляде со стороны на то, что у нас происходит здесь, я бы не сказал, что у нас все хорошо и нет проблем. Достаточно вспомнить историю, связанную с доменной зоной РФ и что за этим последовало, когда замечательные господа там очень здорово там, собственно, себе зарегистрировали много чего, а потом там, собственно, на этом зарабатывали деньги. Ну, в общем, одним словом, мы проблему обрисовали, то, что пока еще координация доменной зоны РУ и РФ, которая вроде как является обе, ну, прежде всего РУ, конечно, для нас дефолтными зонами, то есть зонами по умолчанию, она пока еще в процессе, видимо, становления. Едем дальше. Фонд United Capital Partners, который недавно стал владельцем 48% соцсети ВКонтакте, написал основателю соцсети Павлу Дуру письмо, открытое, вы не читали его, в котором призвал Павла не скрываться от властей, явиться на допрос в Следственный комитет, поделал наезд сотрудника ДПС, ну, может, давай еще и покаяться во всех других грехах. Как вы думаете, вообще вот это вот взаимодействие, публичная пикировка, пока что мягкая, новых акционеров ВКонтакте, она к чему приведет, Егор? Вообще, я считаю, что, конечно, огромное количество спекуляций вокруг этой сделки и разных точек зрения, но мое искреннее... Еще бы главная социальная сеть Рунета наполовину меняет в логике. В общем, размер сделки, насколько известно, тоже немаленький, но мне кажется все-таки, что акционерам в первую очередь имеет смысл пытаться выяснять отношения друг с другом не в публичной плоскости, а вообще вынесение всех этих вещей в публичную плоскость для меня, честно говоря, знак скорее негативный происходящего. Ну, ясно, что подобное событие не ожидалось прежде всего Павлом Дуром, который прежде имел абсолютную власть внутри проекта им созданного «Справедливости ради». А сейчас этот вопрос, в общем, становится таким качающимся. Ну, для меня в том числе вопрос, я не знаю деталей, для меня в том числе вопрос в очередной раз к российскому акционерному законодательству, потому что, в общем, ну, достаточно странная история. Если акционеры, например, договорились, что есть какие-то холдбеки на выкупы, там, долей друг друга и приоритетные права, совершенно очевидно, что в этот момент, ну, они должны были договориться о том, что в том числе, например, нельзя выкупать без согласия других акционеров и компаний, которые владеют этими долями. Это же, в общем, одноходовка такая, да. И здесь в очередной раз, поскольку я понимаю, что все речь идет о российском законодательстве и ООО, потому что это прозвучало даже не за ООО, да, есть в очередной раз демонстрация того, что, ну, абсолютно пещерно, на пещерном уровне находится все, что связано с акционерным законодательством. Это одна из причин, в том числе, почему нормальные структуры пытаются выносить, там, в английское право или, там, в офшорные зоны, потому что там можно нормально обо всем договориться. Окей, едем дальше. Роспотребнадзор продолжил публиковать заявление о недобросовестности Google и YouTube. Ведомство назвали эти два сервиса, Google и YouTube, собственно говоря, безусловными лидерами среди сервисов, где размещается запрещенная информация. Матвей, ты согласен с этим мнением Роспотребнадзора? Знаешь, я и не согласен и с Роспотребнадзором, и при всем при этом не согласен с позицией Google и YouTube, которые считают, что в любой стране мира они должны жить по тем законам, которые существуют у них в Соединенных Штатах Америки. Потому что ролики, действительно, на YouTube существуют ролики, я их сам видел собственными глазами, да, которые в той или иной степени, да, показывают проблему суицида. То есть не проблему суицида, а сам факт совершения самоубийства. Вот. И мне кажется, что вот в свободный доступ, да, как бы вот в данном случае контент должен быть платным. Почему Роспотребнадзор? Ведь не их это дело. А Роспотребнадзор — это их как раз дело, потому что по 139-му федеральному закону именно Роспотребнадзор занимается тем, что ищет и заносит в реестр запрещенных сайтов как раз суицид. Нет, 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 там другая организация. Роспотребнадзор — именно суицид. Роскомнадзор и ФСКН занимаются как раз наркотиками и... Сейчас еще подойдет, все у меня... И детская порнография. Да, детская порнография. А, ну окей, может быть, ты знаешь больше. Роспотребнадзор как раз суицид. Хорошо, разложили интересные темы друг подружки. Ну, то есть ты считаешь, что подобные претензии, довольно жестко и не первую неделю выдвигающиеся, это обоснованные. Они не понимают друг друга. Просто не понимают друг друга. Ну, они на разных языках по-моему разговаривают. Абсолютно, потому что Роспотребнадзор еще не совсем понял, что есть интернет, да, а Google с YouTube, они пытаются свои права, как бы, да, ну, сделать подмену понятий. Они пытаются свои законы... Google с YouTube еще не совсем понял, что такое Роспотребнадзор. Да, ну, Иванищенко, все, да, это еще очень долгий процесс будет. Значит, по поводу Google еще. Новость Еврокомиссия на прошлой неделе вынесла им публичное обсуждение обязательства, которое взяла на себя компания Google, чтобы предотвратить возможность злоупотребления своим доминирующим положением на рынке. Если коротко, в Европе Google пытаются тоже плющить, как и у нас, осторожно, просто там в Европе нет Роспотребнадзора, и приходится делать это Еврокомиссии, бедолагам. Так вот, им говорят, что, мол, у вас такая доминанта, ну, скажем, в Германии 89% поискового рынка, ну, просто туши свет, все, считайте, что давайте как-то себя сами ограничивайте. И вот это активно общественно обсуждается. Егор, как ты прокомментируешь это? Ну, я вообще, честно говоря, считаю, при всем уважении к этой замечательной компании, что монополизм — это плохо. И если представить себе, что тот же YouTube, которому уже больше 8 лет, если я не ошибаюсь, да, и имеет больше 50% всего мирового видеотрафика, без учета Китая, до сих пор не смог создать экосистему, в которой можно создавать качественный контент, и вот на этом огромном медийном пространстве зарабатывать хотя бы столько, чтобы создавать там новые версии этого контента. То есть это исключительно штука, которая потребляет, но ничего не создает. В общем, коллеги, у нас сейчас будет небольшая пауза для того, чтобы уступить в микрофон коллегам из новостной службы. И после выпуска новостей, то есть буквально минуты через полторы-две, мы продолжим разговор о главных новостях Рунета и глобальной сети. Ну, и будем делать выводы на этот счет. Мы продолжаем расставить акценты в прошедшую неделю, рассказывая о том, что случилось важного в области цифрового пространства, в онлайн-бизнесе, в социальных сетях, в мобильном вебе, ну и так далее. Напомню, что говорим об этом традиционно вместе с моими коллегами из интернет-отрасли. Гости сегодняшней программы это, дайте я найду, где меня, Матвей Алексеев, чтобы правильно представить по должности исполнительный директор фонда содействия развития технологии инфраструктуры интернета, и Егор Яковлев, гендиректор компании Твигл Медиа. Значит, коллеги, напомню, что мы, в общем, сейчас пока идем в экспресс-обсуждение и дальше зайдем до основных новостей, но вот прежде важные моменты, которые, собственно говоря, касаются интересных вещей, не вошедших в основные события. Например, следующее. Портал знакомства Мамба, ведущая дейтинговая служба в Рунете, возвращает секс как цель знакомства на своем сервисе. Более года назад цель была удалена. Казалось бы, в общем, пустяковая такая их внутренняя история, однако мне показалось любопытным об этом коротко проговорить, поскольку дейтинг, во-первых, это бизнес неплохой в Рунете, это такие изрядные деньги, ну, десятки миллионов долларов точно, а может быть даже и пара сотен оборота ежегодного. Ну и кроме всего, это некая такая вот еще одна лакмусовая бумажка, боюсь сказать, морального облика пользователя в Рунете. Не находишь, Егор? Слушайте, ну я бы не связывал секс с моральным обликом все-таки. Мы все как-то вообще на свет появились каким-то образом. Мне почему-то кажется, что это с сексом каким-то образом связано. Нет, смотри, но мы изначально ведь существуем парадигме, что секс не может быть целью знакомства. Ну вот наша христианская мораль на такова. Я считаю, что одна из причин, почему это происходит, это то давление, которое испытывает Мамба со стороны конкурента, который пришел на наш рынок. Это БАДУ. Это международная служба, крупнейшая служба знакомств в Европе, и вообще крупнейшая интернет-компания, созданная тем же человеком, который в свое время создал Мамбу. Это единственная и главная причина. Некто Андрей Андреев. Ну, в общем, да. Но надо сказать, что это не единственная причина, хотя, может быть, и главная. Есть еще новые сервисы знакомств, такие молодые, да ранние, типа Top Face, типа, сейчас даже не вспомню другие названия, но они также используют модель дейтинга, как ключевой фактор, вот этого вот взаимодействия пользователей. Это такие полусоциальные сети зачастую, или надстройки над социальными сетями. В общем, меняется модель взаимодействия пользователя в Рунете с точки зрения знакомства. И Мамба, похоже, теряет свою прерогативу, да? Ну, собственно говоря, и Мамба, и другие сервисы такого рода, они, на мой взгляд, в скором времени просто станут приложениями к социальным сетям, поэтому им в любом случае надо находить какие-то определенные свои ниши, да, и свое какое-то УТП. Ну, то есть уходить в Адалт, получается? Ну, слушай, пирамиду Маслова еще никто не отменял, да, самые низменные инстинкты. Ну, или стать магазином продуктов тогда, если вспомнить Маслова. В любом случае, ну, секс есть везде, да, как его ни назови. Хорошо, едем дальше. Японская полиция попросила провайдеров заблокировать сервис анонизации ТОР. На моей памяти это первая такая вот глобая, вторая, да, показ Матвей? Да. А кто-кто первый блокировал? Потому что в свое время первым был Китай, когда они делали великий свой китайский фаервол, они заблокировали ТОР на всей территории Китая по всем своим провайдерам, на что люди, которые создавали ТОР, хакнули, взломали систему Министерства обороны Китая и сказали, ребята, хотя бы в ТОР доступ поставьте. На что Китай сказал, окей, и в ТОР доступ поставили. Ну, надо сказать для слушателей, что ТОР это такая самая известная в мире система анонимизации. То есть возможность для пользователя быть более-менее неидентифицированным с точки зрения провайдеров услуг, сервисов, куда он приходит, с точки зрения спецслужб, которые получают информацию от них, ну и так далее. Вот это история, это вообще взаимодействие сервисов анонимизации и пользователя, и госструктуры, с другой стороны. Это такая вот, ну, пикировка, которую нам еще, видимо, предстоит наблюдать в ближайшие месяцы и годы. И как это будет в Рунете, тоже вопрос. Едем дальше. Apple объявила о первом десятилетии о снижении прибыли. Во втором квартале финансового года, который завершился 30 марта, чистая прибыль корпорации снизилась на 18%, до, ужас, всего-навсего 9,55 миллиарда долларов. Деньги безумные, однако снижение одновременно повлекло с собой слухи о возможной отставке Тима Кука, SEO, Apple. У Apple все хорошо или все плохо? Или как там вообще не себя чувствует, Егор? Ну, я вообще считаю, что любая компания, она по какой-то синусоиде развивается. И насколько, если я не ошибаюсь, там абсолютные цифры-то нормальные. Там как бы вопрос там вот в процентах этого роста, да. И мне кажется, у компании есть все основания и возможности оставаться на одной из лидирующих позиций и посмотрим. До конца года еще есть время для того, чтобы это подтвердить. Ну, пока рано говорить о каком-либо серьезном закате, там, Apple не разговорящем. Но сигналы приходят, и мы не можем их не констатировать. Еще пара новостей, которые даже не будем обстроить, просто я их констатирую. Почта России сменила руководителя, докатали. То есть, такое ощущение, что Минкомсвязи активно в эту сторону двигалась и стремилась к этой смене. Новая команда Минкомсвязи и новым руководителем Почты России стал Дмитрий Старашнов. Почему именно Минкомсвязи в этом записовано? Потому что сейчас, кроме всего, электронная торговля с заграницей, которая активно развивается, она проходит через и посредством Почты России. Также скажу о том, что за первую неделю 500 тысяч пользователей Android загрузили в Facebook Home. Большую такую оболочку, даже больше, чем приложение, почти операционную систему, надстройку над Android, что оценивается как скорее неуспех, 500 тысяч для миллиардной сети маловато. И средняя оценка этого приложения в Android Play, в Google Play, вернее, 2,2. То есть, низкая оценка на самом деле. В общем, пока об успехах не приходится говорить у Facebook в мобильных устройствах. Особенно успеха, по крайней мере. Ну, вот, пожалуй, все главное, что хотелось бы в рамках экспресс-обсуждения выделить. Мы сейчас пойдем дальше. И прежде чем обсудить следующую новость, вопрос. Вы, как пользователь интернета, каждый из вас, коллеги, чувствовали когда-нибудь ущемление своих прав? И в каких ситуациях это бывало, если бывало? Матвей. Ну, если честно, да, невзряя на то, что я в интернете где-то года с 98-го, да, с 97-го, с 98-го, своих прав ущемления не чувствовал. А, почувствовал один раз, когда мне в Одноклассниках какую-то фотографию забанили. И то у модератора Одноклассников. Это было единственное. Так, Егор, а у тебя как в этом смысле? Ну, вы знаете, вот, возвращаясь к пункту, который мы немножко обсудили по поводу, вот, взаимодействия Японии, там, и анонимизации, и прочее-прочее, здесь еще один момент, это бизнесы, которые за нами следят. Например, тот же Яндекс, который совершенно спокойно расставляет там куки мне и смотрит, куда я хожу, и какие поиски я осуществляю, а потом использует эту информацию. Для меня это вопрос. Я, в общем, как бы Яндексу никаких прав на это не давал. Не следить за мной, не смотреть, какие я сайты посещаю, и в какой-то степени я чувствую здесь ущемление своих прав, например. Ну, то есть не со стороны исполнительной власти, а со стороны корпораций. Конечно, которые абсолютно беззастенчиво собирают огромное количество информации о всех пользователях интернета, складывают ее и дальше используют в коммерческих целях. Сейчас вообще есть организация, которая, по всей видимости, призвана как раз заботиться о таких ситуациях. В России учреждена Ассоциация Пользователей Интернета. Организация провозгласила своей целью защиту права на доступ информации и свободной коммуникации. Проект был создан при участии правозащитной организации «Агора», «Пиратской партии России», портала «Роскомсвобода», а также Ассоциации интернет-издателей. Учитель Ассоциации, руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк, исполнительный директор партнерства «Вики-Медиа.РУ» Санислав Козловский, журналист Александр Плющев, заведующий кафедрой новых медиа журфака МГУ Иван Засурский, вице-президент «Пиратской партии России» Санислав Шакиров. Довольно такой бурный коктейль. Насколько нужна и современно эта инициатива, на ваш взгляд, Матвей? Ну, сложно на данный момент сказать, потому что Ассоциации пользователей интернета не так много времени. Да, на прошлой неделе появилось. Да, на прошлой неделе появилось. Собственно говоря, названные коллеги, они в большей степени все-таки являются экспертами по медиа, в любом случае. Наверное, исключением является Стас Козловский, который что-то все-таки понимает в коде Википедии. Лично знаком, очень уважаю его. Ассоциация пользователей интернета, здесь самое основное слово, на мой взгляд, важное, это интернет. Потому что интернет — это не только сайт. Это очень тяжелая инфраструктура, в которой надо разбираться. Если в Ассоциации будут правильные, качественные эксперты, которые в этом разбираются, и, на мой взгляд, эксперты, которые смогут вести коммуникацию с властью на необходимом власти языке, потому что власть особо тоже не понимает, что такое интернет. Не всегда понимает. Да, они увидели самоубийство, все сразу, а-а-а, паника, паника, все, Онищенко вперед бросили в бой, он пошел, собственно говоря, с Гуглом и Ютубом бодаться. Вот. Суть-то в том, чтобы как раз эта ассоциация какой-то определенный позитивный момент в это внесла. То есть, ключевой момент, будет ли достаточно количество экспертов в разных отраслях, то есть, не только в медиа, как мы отметили, действительно много людей из медиа, но и в электронной коммерции, в вопросах инфраструктуры, доставки сигналов, линий, трафика, пинации, различных видов трафика и так далее. Мы сейчас поговорим об этом в двух словах, собственно говоря, с одним из организаторов ассоциации. У нас на связи Станислав Козловский. О, Стас. Станислав, слышишь нас? Да, слышно. Здравствуйте. Приветствую. Какие цели создания организации, вот если не в духе манифеста, да, вот между нами, что называется, специалистами, объясни, зачем тебе это? Ну, на самом деле, задача просто сплотить все-таки всех, кто пытается все-таки спасти интернет от нападок власти, которые в последнее время достаточно усилились. То есть, почти каждый день появляются новые законы, придумывают, появляются законы проекта о внесении там разных новых критериев для блокировок сайта. Параллельно идет большая работа, где, собственно, есть опасность, чтобы изменить законодательство об авторском праве, и там появится множество новых ограничений, которые обмешают развитие интернета. Параллельно операторы связи практически забыли о понятии о сетевой нейтральности. И, на самом деле, сейчас очень большая вероятность, что это понятие вообще будет забыто. То есть, тем, что там вносит, оставит везде система Депай, и, возможно, там скоро будут разные виды трафика корректироваться, собственно, совершенно по-разному. Стас, есть ощущение такое... От традиции на пользователей. Извините, что прерываю. Есть ощущение, что пока что ассоциация существует так несколько на уровне знамени. То есть, вот вы написали манифест, нас миллионы, это цитата почти нескольких, нас миллиарды. Точнее, нас миллиарды. Однако наш голос тих, а мнение не учитывается. И какие-то... Какой-то повестки дня за тем, что вот за этим манифестом находится, пока не очень видно. Или я ошибаюсь? Ну, смотрите, объединились, собственно, люди, организации, которые уже занимаются защитой профпользователей. То есть, ну, они просто в большинстве случаев объединились как частные лица, но, тем не менее, они все равно этим уже занимаются. У нас 20 секунд осталось. Извините, пожалуйста, что снова прерываю. Конкретные шаги какие-то у вас намечены? И что это, Сергей? Да, сейчас собирается, собственно, будет оставить превращен такую площадку, где будут собираться, собственно, мнения вообще всех пользователей интернета, анализироваться их, превращаться, по сути, в такие документы, которые уже дальше будут на понятном власть-фильнике доводиться до них в надежде, что все-таки к этому мнению прислушаются и хотя бы несут все или иные поправки. Спасибо большое, Станислав. Это был комментарий одного из организаторов ассоциации пользователей интернета. Через полную минуту продолжим. Мы пойдем разговоры о перспективах платных телеканалов и других СМИ в Рунете. Пауза была недолгая, мы продолжаем рассказывать о главных событиях Рунета и глобальной сети, анализируя, расставляя акценты, точки над «и», ну и черточки над другими буквами кириллического алфавита. Напомню, что меня зовут Максим Спиридонов, а гости выпуска Матвей Алексеев, исполнитель директора фонда «Содействие развитию технологии и инфраструктуры интернета» и Егор Яковлев, гендиректор компании «Твигл Медиа». Коллеги, начнем следующий сюжет с вопроса. Вы платите за доступ к тому или иному контенту в сети? Если да, то к какому? Матвей. Исключительно App Store, но при этом за все. То есть я покупаю и музыку, и фильмы, и программы, потому что я считаю, как бы, что человек, если что-то сделал, он должен получить за это деньги. Именно человек, который сделал это под платформой iOS, а другие люди... Ну, так получилось, что у меня iOS, sorry, да, но если это была другая платформа, как бы, да, я бы тоже за это платил деньги. Какие-то СМИ ты посещаешь платные? Ведомость у меня оплаченная. Оплаченная. Егора? Ну, у меня практически аналогичная ситуация, хотя, честно говоря, работая на рынке онлайн-видео уже скоро там 6,5 лет, перспективы платного контента расцениваю как печальный в этой стране на ближайшее время. В этой стране или вообще? В этой стране. Ну, хорошо. Вы знаете, у нас определенные особенности, связанные, во-первых, как бы мы ни хотели, с очень высоким средним уровнем бесплатного телевидения. Нигде в мире на бесплатном телевидении, например, прокатные фильмы не показываются через 2-3 месяца после проката. Ну, и вплоть там дальше по списку. Во-вторых, отсутствие вот того опыта, который, например, проходили в Штатах или в UK люди, когда в Штатах, например, было достаточно длительное время, когда люди платили за кабельные подписки, а в UK, например, там все топ-боксы в течение нескольких лет. Мы все это проскочили и сразу попали в страну победившего цифрового коммунизма, как я называю, где от каждого по способностям, а каждому по потребностям практически все. И вот в этой стране цифрового коммунизма не очень понятно, зачем платить-то, если все бесплатно. Есть такое. Мы сейчас послушаем новость о том, что случилось у телеканала с названием «Дождь». Телеканал «Дождь» начнет взымать плату за просмотр онлайн-трансляции прямого эфира, а также за доступ к архиву авторских программ на сайте медиакомпании. Исключение будет сделано только для выпусков новостей и отдельных эпизодов передач. Переход к платному интернет-вещанию состоится в ближайшие месяцы. Предполагается, что будут работать две системы оплаты, подписка на прямой эфир на сутки или на год и разовый платеж за просмотр отдельной передачи из архива. Скорее всего, будет это 10-30 рублей за программу и тысячи рублей за подписку на год. Такие примерно цифры озвучивались. Пресс-служба «Дождь» отказалась от комментариев для нашей программы, заявив, что, цитата, мы уже все прокомментировали в СМИ. А как вы можете прокомментировать, Матвей? Ну, на самом деле, я считаю, эта идея немножко преждевременная, до нее как бы очень много-много времени, и здесь очень много факторов, которые не были учтены. Потому что, во-первых, платить за новостной контент, то есть я и готов платить за медиа-контент, но за новости, которые хаотично и спорадично распространяются по сети интернет, в том числе и контент телеканала «Дождь», вот почему я должен за это платить? Ну, предполагается, что ты платишь за селекцию, по всей видимости, то есть то, как они это отобрали и упаковали. А, это я могу посмотреть и на других каналах, они у нас мало чем отличаются. Вообще, с одной стороны, я считаю, что нужно пробовать все. и то, что у кого-то не получилось, не означает, что не получится у тебя. Поэтому то, что они хотят это попробовать, в этом ничего негативного нет. Другое дело, что, вообще говоря, за несколько лет последних, на мой взгляд, вот вообще отношение к информации и сама парадигма изменилась с того, что сейчас речь идет не о том, что у меня есть что-то офигенно ценное, пожалуйста, заплатите за это, если речь идет совершенно о другом. огромное количество информации и борьба за те 10 минут внимания, которые у меня есть. И эта борьба, если ее отягощать еще и необходимостью за эти 10 минут внимания мне, собственно, заплатить обратно деньги, ее очень тяжело выиграть. Потому что на сегодняшний момент подавляющее большинство людей совершенно в другом находится ситуация. Даже не только с точки зрения новостных медиа, и с точки зрения развлекательных. Но вот мы посчитали, по разным каналам на цифровые экраны страны в месяц выходит 300 новых фильмов. А у человека всего 30 дней в месяц. Вот, собственно, и вся история. Платный и бесплатный, он из этих 300 не может выбрать 30, а не то, что там за какие-то заплатить. То есть у него буфер уже изначально забит какой-то информацией. Он изначально в перегрузе находится, и задача, которую он решает, она обратная. Как селектировать то, что он хочет потребить? Ну, предполагается, что хороший медиаканал и является таким фильтром. Сложный вопрос. Задумай. Это фильтр для все-таки достаточно узкой аудитории. И эта узкая аудитория, которая смотрит телеканал Дождь, ну, это мое мнение, имха, она, опять же, обладает определенными механизмами коммуникации другими, да, это Твиттер, Фейсбук и другие социальные сети. Я скажу тебе больше. Вообще сегодня, мне кажется, модель получения денег такими СМИ, как Дождь, специфическими СМИ, так осторожно сформулирую, она в следующем. Они говорят не то, что дайте нам денег, потому что мы даем хорошую селекцию или потому что делаем хороший фильтр, а просто так, дайте нам денег, потому что мы классные. Ну, то есть вы же с нами, вы же классные. Это краудфандинг вот этот вот новый. В этом случае проще, по-моему, брать деньги за просмотр Твиттера Дождя, да, то есть платите 30 рублей в месяц. Ну, там таких нет механизмов. Мы спросили в Твиттере, если уж ты об этом упомянул, в Твиттере Максим Спиридонов, моем личном, который используется во время прямого эфира для того, чтобы задавать вопросы о программе или по теме программы. Сколько вы готовы платить за просмотр видео в сети? За какие типы видео? Так звучал вопрос, и так звучат ответы. За реально ценные обучающие видео до 500 долларов? За фильмы до 5 долларов в формате HD или Full HD? Ну, вот такой вот развернутый ответ. Значит, еще вариант. За годовую подписку на YouTube-канал вполне можно просить 500 рублей. За фильмы пока не готов платить. Ну, такой вот вариант. Еще ответ. 30-80 рублей за полнометражку, как на Иви.ру. Ну, вот. Еще вариант. Готов платить за фильмы, за все остальное готов мириться с таргетированной рекламой. Еще ответ. До 150 рублей. Ну, в общем, более-менее понятно, да? То есть люди готовы платить за то, что им корректно ценно, но деньги очень умеренные. Но вот с подпиской там, конечно, тяжеловато, мне кажется. Здесь еще до сих пор вопрос простоты этой оплаты, понимаете? Ведь не каждый, даже обладатель карточки, будет ее там долго вводить и передавать эти данные куда-то. А до сих пор такая простая штука, как оплата по SMS, до сих пор там в подавляющем большинстве случаев наши замечательные операторы отбирают до 50%. Не очень понятно, за что, но тем не менее забирают, да? И я считаю, что это серьезный роутблок для того, чтобы осуществлять продажи платного контента. То есть вот простота и элементарность и защищенность этой транзакции. На сегодняшний момент этого нет. Правильно я понимаю, если так вот закрыть тему дождя, то есть у нас интереснее тема не просто про дождь, но и шире, как сюжет про платное СМИ в Рунете в частности. Можете сказать, что предполагаемый эксперимент дождя вам кажется потенциально не очень успешным? Егор, веришь в то, что они соберут деньги? Достаточно для того, чтобы, ну, боюсь сказать, окупиться? Сейчас скажу. Понимаешь, Максим, вот все указывает на то, что у них не должно получиться, но тем не менее, когда-то кто-то что-то делает первый, и никто в это не верит, и у него получается. И мне очень хочется, чтобы у них получилось. Не конкретно у дождя, но у кого-то же должно получиться рано или поздно. Потому что летят, тоже хорошим сигналом. Ну, потому что это сигнал хороший для всего рынка будет, хотя бы по этой причине. Интересная штука, да, что мы находимся в некой растяжке сейчас, мы имеем в виду отрасль в интернете, мы находимся по другую сторону баррикады от пользователя, который, в общем-то, не хочет ни за что платить, ну, и мы как пользователь тоже, по идее, не хотим ни за что платить, а получать хороший контент, хорошие программы, хорошие фильмы, хорошую музыку, все бесплатно, большое количество. Ну, дождь в этом отношении пошел достаточно, на мой взгляд, грамотно и ассоциативно так, как сейчас есть, да, вот это у них кнопочка Like and Pay, которая появилась на сайте, да, то есть если ты чувствуешь, что этот контент тебе нравится, ты можешь его там рублем оплатить, да, то есть здесь же, опять же, часть зависит от подачи, то есть не просто мы как бы... Мы не знаем, как это работает, кстати говоря, по-моему, не работает никак, насколько я слышал, истории такие вот, там, месяцами собирают популярнейшие бренды, музыкальные группы, кстати, да, вот, казалось бы, уж куда дальше-то, лучший вариант фанатской организованности представляет, да, какая-нибудь популярная группа, рок-группа, по-моему, Чаев был приведен, сейчас боюсь сказать точно, они поставили кнопку какую-то, собирали деньги, мол, дайте то, сколько может, собрали чуть ли там, ну, на ящик пива за очень длинный срок, то есть люди, в принципе, ну, они... Благодарны ли вы за этот контент, спрашиваем мы пользователя, как бы, да, умозрительно? Он говорит, да-да, я доволен, все хорошо, готов ли ты платить? Да, в принципе, готов, но не платит. Я, во-первых, не считаю, что мы по разной стороне баррикад находимся, потому что и сообщества, и пользователи, они в конечном счете, даже если не дают себе отчет, заинтересованы, чтобы тот контент, который они получали, был максимального качества, который вообще возможен, да, и они заинтересованы в конечном счете, чтобы люди, которые этот контент производят, имели достаточно денег, чтобы снимать хорошее российское кино, а не то, в среднем кино, которое мы видим в кинотеатрах. Игорь, не работает цепочка, это, понимаешь, она обрывается на месте, заинтересован, иметь хороший контент, дальше уже цепочка не работает. не по причине пользователей, Максим, ты путаешь, вот все путают очень и очень интересную вещь, она работает не по причине пользователей, а потому что в середине этой цепочки стоит некоторое количество бизнесов, которые используют контент, а цепочку разрывают. Вот в чем проблема главная, совершенно не в пользователях, совершенно не в пользователях. Если эти бизнесы, а именно ВКонтакте, Рутрекер и прочие крупные распространители разного рода видео, аудио и прочей информации сейчас прикрыть, это будет пользователями воспринято массово, как очень недружественная мера я не говорил о том, что их надо завтра закрыть я говорил о том, что в любом случае, если ты хочешь развивать отрасль, цепочка должна возвращать часть денег людям, которые создают продукт, это принципиальный момент, иначе просто замечательным людям из всех этих компаний через некоторое количество времени нечего будет дистрибутировать ну давайте отдавать себе отчет консалтика компании Simon Coucher Endpartner в начале апреля опубликовал исследование из которого следовало, что в течение следующих трех лет 90% контента онлайн СМИ станет платным, но это за пределами Рунета, а в Рунете через три года какое количество контента будет платным? Матвей мне кажется, что к тому времени уже новостными СМИ как раз станет ВКонтакте и другие социальные сети к тому времени ведомости будут стоять хайд с флагом типа того, что мы платные и мы прибыльные сколько лет, сколько лет ты сказал? через три года через три года, ну вот я могу по развлекательному контенту сказать не знаю в количестве штук сколько но если говорить в деньгах, то я думаю, что от общего объема рынка с контентом 90% составит рекламная модель и 10-15% составит платная модель в деньгах 10-15% платная, еще раз остальное рекламная модель ну остальное, наверное, оставшееся на задворках вселенной пиратства ну да, плюс, собственно говоря, переход вот часть рекламной модели будет в социальные сети тех же СМИ каналов потому что по большей части, да, сейчас любое сообщение уже является контентом, который можно отправить в СМИ на сегодня платный контент в Рунете это экзотика например, до дождя стали продавать СНОП доступ там, кроме доступа к материалам, еще и возможность комментировать то есть некое такое участие во вроде бы привилегированном сообществе ну там привилегированность можно ставить под сомнение и кое-кто ставит однако, факт, вроде продают значит, также ведомости это такой классический, канонический я бы сказал, даже икона российского медиа то, что все говорят, ну ведомости же ввели платную подписку, вроде как они что-то зарабатывают там, ведомости говорят, да-да-да, зарабатываем эй, как-то так это выглядит сейчас а в остальном пустыня, понимаете и как будет дальше у нас другой менталитет, да, как бы мы уже говорили про то, что у нас пользователь сам не очень любит платить деньги контент у нас создается не такой по качеству за который можно платить деньги да, вот, если будут соблюдены идеальные условия то окей контент спорно, мне кажется ну, мне и спорно насчет менталитета давайте я вам приведу пример конкретно контентного рынка который существует в 100 метрах оттуда и где весь контент платный и люди совершенно спокойно платят очень немаленькие деньги за этот контент Sony Playstation извините, конечно, но там от 50 долларов дисочек, себестоимость там производства которого Blu-ray там 10 копеек, да и вот весь контент там платный и пиратского нет и люди совершенно есть немножко стоп, да ну, есть чуть-чуть, но совсем мало, да ну, я просто к тому, что вот конкретно пример рынка и никакой менталитет не мешает людям идти в магазин отдавать полторы тысячи рублей вообще-то, да ну, или ехать на митинский рынок и отдавать 300 ну, менталитет есть по утверждениям издания за Рунет подумают о продаже контента в сети также РБК Дейли аргументы и факты возможно, тут еще подумывают серьезно, особенно пока не видно после выпуска новостей поговорим про деньги ведь на прошлой неделе финансовые отчеты представили два главных интернет-гиганта Рунета Яндекс и Мейл.ру Между тем, мы продолжаем интернет сегодня 29 апреля 2013 года вы слышите нас на 99.6 FM если находитесь в Москве и едете куда-либо в автомобиле, например также вас можно услышать на finam.fm в онлайне тогда ваше местоположение неизвестно поскольку вы можете слушать из любой точки мира или нас можно слушать в подкасте что рекомендую делать всякий раз тем, кто не делает еще подписывайтесь на ленту подкаста либо в iTunes либо на сайте finam.fm и тогда будете всегда в курсе всего того, что происходит в области виртуального не пропустите ни единого эпизода нашей программы меня зовут Максим Спиридонов гости выпуска Егор Яковлев гендиректор компании двигал медиа и Матвей Алексеев исполнительный директор фонда содействия развития технологий и инфраструктуры интернета коллеги вопрос как вы считаете мейл.ру группы Яндекс являются ли они конкурентами? Егор ну конечно в значительной части они конкурируют за одни и те же бюджеты потому что ну как минимум в той области которая касается медийной рекламы это в общем одни и те же рекламные бюджеты одних и тех же крупнейших рекламодателей и у Яндекса есть достаточно серьезная медийная часть доходов и насколько я понимаю Мэл.ру и медийная составляющая это главное составляющих доходов если я не ошибаюсь в их структуре кто же считает что конкуренты? Матвей они равноправные конкуренты как партнеры на нашем рынке потому что на мой взгляд у нас уже давно все поделено и мы уже все прекрасно знаем что есть Мэл есть Яндекс соответственно и там и там есть определенные сервисы удобные и неудобные конкуренты и партнеры одновременно но не конкуренты за внимание пользователя так скажем прежде всего но если мы говорим о бизнесах они конкурентны за одни и те же рекламные деньги да еще раз далее про отчетности этих двух главных игроков русскоязычной сети компания Яндекс и Мэйлору Групп предоставили финансовые результаты за первый квартал текущего года за отчетный период выручка Яндекса выросла на 36% и составила почти 8 миллиардов рублей рост Мэйлору Групп был скромнее компания увеличила объем совокупной выручки до 6 с лишним миллиардов рублей что почти на 30% больше чем в первом квартале 2012 года если грубый то другой выросли за год на треть плюс-минус но Яндекс рос чуть энергичнее а вообще если ставить так делать ставки как на ипподроме в перспективе лет как вам кажется кто более же не способен более устойчив как бизнес Яндекс или Мэйл понимаю что не очень корректный вопрос особенно учитывая то что мы все там так же связаны еще с игроками этой отрасли но вот умозрительно как эксперты как вы думаете кто стабильный стоит на рынке кто увереннее развивается у кого нет рисков у каждого свои уникальные какие-то сервисы да как бы если мы вспоминаем Яндекс да то в основном это все-таки большая часть поиска да с таргетом с картами и пробками вот у Мэйл есть своя определенная особенность они сделали часть акцентов все-таки на онлайн играх которые приносят им достаточно большую прибыль вот а если говорить про вот на треть увеличили да то это на мой взгляд нормально потому что первый квартал прошлого года и первый квартал этого года да они ну нельзя говорить во-первых как бы у нас и с экономикой определенной есть влияние на интернет в том числе но обе компании в ближайшее время на мой взгляд будут стагнировать да мы говорили уже в первой части программы про Apple которого выручка все-таки упала но это показатель достаточно долгого времени да и это рост компании и это определенные бизнес-законы вот в том числе дальше может у Мэйла у Яндекса быть точно такая же ситуация если не произойдет эволюция и появятся какие-то новые сервисы на которые они сделают ставки у нас есть на связи комментарий ньюсмейкера собственно от Mail.ru Group Ксения Чабаненко пиар-директор компании Ксения слышите нас? да слышу доброе утро доброе утро собираетесь стагнировать? вы знаете если честно не очень собираемся стагнировать не хотелось бы в частности в нашем как раз в наших результатах мы говорим о том что прогноз по росту совокупной сегментной выручки в этом году наш это рост на 25-28% по сравнению с предыдущим годом возможно для кого-то это стагнация но если мы будем сравнивать с другими отраслями это на нее не похоже но темпы роста все-таки несколько снижаются ну вы знаете это наверное такой естественный процесс потому что мы же интернет-компания мы не можем быть отдельны от темпов роста в принципе интернета в России да то есть эти показатели нужно рассматривать вместе безусловно есть определенное насыщение безусловно интернет в России растет уже не такими сверхбыстрыми темпами как это было раньше это все принимается во внимание это все нужно принимать во внимание и аналитикам которые делают прогнозы что из отчета который был опубликован вам кажется наиболее интересным и ну достойным оптимизма для Mail.ru Group вы знаете нам очень нравится что первый квартал у нас прошел очень бодро да потому что мы отчитывались сразу и за год и за первый квартал первый квартал прошел бодро и показывает хорошие хорошие результаты драйвером рост первого квартала для нас стали с одной стороны контекстная реклама а с другой стороны ММО игры и там выручка по этим двум сегментам она увеличилась где-то там на 48 процентов это контекстная реклама и порядка 41-42 процентов ММО игры если же говорить про год то мне больше всего нравится наш рост по комьюнити айваз это сервисы социальные за которые пользователи по собственному желанию платят онлайн в частности в одноклассниках это например какие-то подарочки которые люди друг другу дарят там осталось порядка трех-пяти платных сервисов такие которые люди могут выбирать самостоятельно так вот рост по комьюнити айваз за 12-й год составил 79 процентов это безусловно показывает то что не рекламой единой собственно говоря должны жить интернет-компании а что пользователи которым нравится и которые хотят за какие-то конкретные интересные забавные или просто душегреющие сервисы платить в интернете это может стать для собственно интернет-компаний и для интернет-стартапов которые создаются сейчас неплохим источником жизни и заработка прям победная реляция у вас вопрос Егор нет собственно я хотел прокомментировать что мне кажется ну собственно поскольку и одна и другая компания они публичные компании котируются да там их акции котируются что конечно все-таки для обеих компаний очень важным является не абсолютная цифра а темпы развития потому что от этого зависит там заработок акционеров держателей акций да и вот сейчас очень интересная ситуация судя по всему в определенной степени те основные бизнесы которые составляют собственно кор бизнеса для обеих компаний они вступили в некую стадию некого там насыщения то есть эволюционное развитие уже больше не дает того темпа роста которое надавалось скажем два-три года назад и для меня это означает следующее что возможно и для той дорогой компании наступило время когда они должны гораздо более активно агрессивно пробовать что-то новое и вот это очень интересный момент для всего российского интернета потому что обе компании ну собственно лидеры рынка а что новое будете пробовать Ксения какие-то есть запасы в частности очень ждем от вас выстрела на запад вот с майкомом который был анонсирован в свое время да на самом деле нового нового действительно много и пробуем очень многие вещи но вы знаете после определенных как бы уроков прошлого мы стараемся не говорить о новом до того как мы получим какие-то подтверждающие результаты я надеюсь что в какое-то ближайшее время мы всех порадуем своими успехами вот а что касается майкома то безусловно о нем расскажем тоже пока же молчим об этом мы сохраняем небольшой тайну сколько вы купили майком я все никак не могу успокоиться у Матвея доменные вопросы вообще просто отличная тема для того чтобы немножечко о ней да поговорить попридумывать пообсуждать поделать ставки по-моему прекрасно такие темы на рынке обязательно должны быть хорошо спасибо большое это был комментарий Ксения Чабаненко пиар-директора компании Мэвру Групп по поводу финансового отчета ну Янгер сказал что все и так понятно поэтому он не дал нам комментатора значит мы обойдемся собственными у Яндекса с точки зрения диверсификации не так все симпатично как у Мэйла у Мэйла что хорошо там неизвешенность есть в разных направлениях поступления денег у Яндекса хотя прибыль оказалась выше прогнозов в общем принцип тоже все очень хорошо и рост динамика роста больше чем у Мэйла но значительная часть доходов поступает от контекстной рекламы а именно 89% практически весь доход поступает от контекстной рекламы и это не то чтобы плохо разумеется контекст довольно сам по себе диверсифицирован это десятки тысяч маленьких средних больших рекламодателей вот вы знаете здесь некое там заблуждение которое существует на рынке это должно быть так но если вы реально посмотрите на структуру доходов в контексте в Яндексе который с одной стороны жалко что вот от Яндекса как его нет не очень удобно говорить какие-то вещи когда там никто не может оппонировать но если вы например возьмете американский рынок как немножко более зрелый и посмотрите какой объем там составляет контекстная реклама по отношению к другим типам рекламы вы увидите что в России эта доля гораздо выше причем значительной частью основных рекламодателей являются крупные FMCG компании которым вообще говоря так положа руку на сердце не очень понятно зачем этот контекст потому что они например на своих сайтах никаких онлайн продаж не делают да понятно если ты малый бизнес и можешь отгрузить там не знаю там штаны или продукт или там путевку FMCG покупают большие объемы контекста конечно не медийная реклама ну они покупают и баннерную и медийную рекламу но в России так сложился рынок что они тратят очень большие деньги на контекстную рекламу вопрос зачем наверное там за скобками нашей сегодняшней дискуссии но это означает следующее если мы говорим о том что есть гораздо более зрелый рынок где пропорция другая и где FMCG компании пропорционально не тратят столько на контекстную рекламу потому что на самом деле им не нужно так положа руку на сердце возникает вопрос а куда дальше расти Яндексу с их практически 50% денег всего там рекламного рынка да российского ну да значит что еще можно добавить по поводу отчетностей то что мы не стали спрашивать у Ксении но не можем не прокомментировать то что чистая прибыль соцсети ВКонтакте которые тоже они отчитались мейл поскольку им принадлежат 40% ну почти 40% ВКонтакте так вот чистая прибыль ВКонтакте снизилась на внимание 94,5% то есть ну она драматически снизилась если не знать что там вроде бы как это планово то можно было бы даже поволноваться то есть это в ноль что ли она снизилась практически да Павел Дуров объяснил это затратами на оборудование и на супер премии для сотрудников однако заметил один из комментаторов инвестиции в оборудование и строительство не являются затратами в периода а соответственно не уменьшают чистую прибыль конечно зависимо от системы отчетности но вот якобы это так однако в общем получается что причиной снижения прибыли являются только супер премии платиновые парашюты парашюты кому там кто-то уходил Цеплухин я не уверен про парашют думаю что все деньги вконтакте ушли Цеплухину что-то мне кажется вряд ли иначе бы у нас был еще один олигарх на рынке ну и еще пожалуй то что может давайте мы друг заявил что будет решать вопрос о последующем снижении своей доли в компании Киви после того как она выйдет на IPO поскольку та собирается сейчас не владеет 21% с небольшим вот и в ходе IPO компания будет продавать около 3 миллионов акций этой компании это снизит долю мейлов капитали Киви до 15% вот такие вот дела коллеги у нас осталось буквально несколько секунд то есть если точнее секунд 30-40 как резюме неделя была бурная на ваш взгляд Егор вполне себе нормальная такая предпраздничная нормальная бурная неделя перед затишьем которое предстоит нам игрокам онлайн бизнеса так же как и вообще все экономики России ну я не знаю у нас у технических специалистов неделя была очень бурная и на праздники ожидается что она будет еще более бурная так что после праздников будет интересно кто у вас работать-то будет? а все иначе не будет работать интернет окей на этом все меня зовут Максим Спиридонов это была программа Рунет сегодня слушайте нас каждый понедельник не пропускайте эпизоды передачи до завтра пока пока